МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вопросы строительства, управления госимуществом, земельных отношений, деятельности региональной службы по тарифам и ценообразованию, а также госинспекции, с исключением вопросов жилфонда. В марте этого года вопросы строительства отошли Вадиму Петрову, назначенному исполняющим обязанности заместителя председателя краевого правительства. Директора дорожно-мостового ремонтно-строительного управления Алексея Котова отправили под домашний арест. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает региональный СК. По данным следствия, в конце прошлого года Котов получил откат в виде автомобиля «Лексу» стоимостью около 4,5 миллионов рублей за заключение договора о ставке оборудования. Подозреваемым в даче взятки задержанному проходит руководитель одного из региональных офисов компании «Интерлизинг» из Петербурга, которая предоставляла оборудование. Сумма заключенного контракта между компаниями составила около 55 миллионов рублей. Котову предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ. На допросе обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием. Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства предложила установить досрочный выход на пенсию в 55 лет для многодетных отцов. Такую инициативу внес председатель комиссии РПЦ Федор Лукьянов. Предлагаем установить условия досрочного выхода на пенсию для многодетных отцов, такие же, как и для многодетных матерей, засчитав трудовой стаж отца и матери уход за ребенком до 3 лет. Назначить страховые пенсии предлагается мужчинам, достигшим возраста 55 лет и воспитавшим в браке 5 и более детей до 8 лет. Терминалы безналичной оплаты в троллейбусах и автобусах троллейбусного управления Читы временно перестанут выдавать билеты при оплате из-за сбоев с поставкой чековой ленты. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Читы. Билеты, а также историю поездок в электронном виде пассажиры смогут получить на сайте teadefiscarta.ru. Билеты продолжают выдавать при оплате проезда за наличный расчет. В троллейбусном управлении пояснили, что при проверке ревизора в транспорте сохраняться сотрудники смогут проверить оплату, приложив банковскую карту пассажира к специальному терминалу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова